Здравствуйте! Вы смотрите программу событий. Я Сергей Кизоркин. Мы работаем для вас в прямом эфире. Главные события к этому часу. Цветы победы. Сальви и тюльпаны зацветут на городских улицах, где пройдут акции памяти. Подвиг тыла. Ветераны Самарского авиапрома вспомнили Великую Отечественную. За ними Россия. Молодые самарцы прошли испытания всероссийского военно-исторического квеста. Они ковали победу в годы Великой Отечественной войны. Работники Самарского авиационного завода имени Кузнецова, а в то время завода номер 24 имени Фрунзе выпустили больше 40 тысяч двигателей для штурмовиков Ил-2. На предприятии состоялась торжественная встреча с ветеранами производства. Репортаж Андрея Горгуленко. Они тоже приближали этот день как могли. Ветераны завода ПАО Кузнецов трудились в военные годы днем и ночью, чтобы бесперебойно поставлять на фронт двигатели к штурмовикам Ил-2. Мы ежегодно собираемся здесь и постоянно отмечаем годовщину победы над фашистской Германией. Мои родители начинали строить здесь этот завод и воевали. Это и защищали нашу страну путем изготовления моторов авиационных. И мы дети. У нас стоял один вопрос, одна проблема после родителей идти на наше предприятие. В преддверии Дня Победы ветераны ПАО Кузнецов встречаются каждый год. Возлагают цветы к вечному огню, вспоминают ушедших коллег и делятся своим опытом с молодым поколением. Связь поколений на нашем предприятии поддерживается очень активно, в том числе благодаря самим ветеранам, которые не забывают дорогу к своему родному заводу. Они с удовольствием делятся опытом с нами, с молодежью, с представителями производственных подразделений. Ветераны вместе с руководителями завода и молодежью высадили аллею яблонь и сирени в память о яблоневом саде, который был на территории завода в 42-м году. Его посадили в годы войны, чтобы обеспечить своих детей свежими фруктами. Но в середине 60-х годов сад вырубили для постройки нового корпуса. Этот сад выкорчевали, но остались фотографии в альбоме о периоде Великой Отечественной войны. Мы решили в память об этом саде в год нашего юбилея, в год 105-летия, возродить эту идею и попробовать опять высадить сад. А позже рядом с этой аллеей поставят памятник авиационному двигателю МК-12, который изготавливается на заводе уже более 60 лет. Татьяна Дмитриева, Андрей Горгуленко, Василий Колдашов, События. Проверить знания о Великой Отечественной войне и побегать в парке на свежем воздухе в Самаре прошел всероссийский военно-патриотический квест. Игра проходит одновременно в нескольких городах России. Испытание истории преодолела и Марина Матвейшина. Команды получили маршрутные карты. На них указаны пункты, где участникам предстоит выполнить различные задания. От проверки знания о Великой Отечественной войне до оказания первой медицинской помощи. Всероссийский военно-патриотический квест стартовал одновременно в 60 городах России. Задания приходят всем участникам по интернету. В Самаре события развернулись в загородном парке. Это интересно, во-первых. Во-вторых, хотелось каких-то новых. Весна, все такое, хочется чего-то нового. Как бы устали сидеть в университете, хочется побегать. Все 15 команд настроены на победу. Многие накануне игры проштудировали учебник истории. Мы вообще учимся на историческом факультете, и мы это знаем. Мы освежали, конечно, свои знания. В процессе игры ребята погружаются в события военных лет. А такой молодежный формат дает возможность делать это с удовольствием. Поднимает патриотический дух молодых ребят, которые считаются, что мы все забываем, нет, мы все помним, всех наших героев чтим. И мне кажется, это просто суперформат для молодежи. Победители игры «Три команды» получат главный приз – путевку на уикенд в Москву и Смоленск с экскурсией по местам боевой славы. Марина Матвеевична, Максим Гусев, События. Цветы ко Дню Победы на клумбах зацвели яркие сальвия и тюльпаны. К празднику стараются успеть украсить как можно больше городских улиц. Акцент на те, где будут проходить акции памяти. Какие еще зеленые сюрпризы ждут самарцев в этом году, выяснила Марина Кравцова. К 9 мая на Большой клумбе рядом со Дворцом ветеранов буквально рисуют цветами. Здесь появилась большая красная звезда из ярких сальвий. Чтобы рисунок выглядел еще четче, сальвии обрамляют нежные серебристые цинерарии. Растения только высадили, сейчас их польют за несколько дней. Они примутся, немножко подрастут. И уже ко Дню Победы будут во всей красе. Перед майскими капризами погоды цветы должны устоять. На клумбы попадают только закаленные экземпляры. В теплицах их выращивали с февраля. Но условия не всегда были тепличными. У нас в Оранжевее постоянно проводится закаливание растений. Открываются форточки, проветривание проводится. Чтобы растения уже потом более-менее комфортно себя чувствовали. Вокруг Дворца ветеранов в Парке Победы цветами засадят 40 квадратных метров клумб. Возле памятника зацвели оранжевые тагетисы. К празднику стараются успеть украсить все места, где будут проходить торжества. Над озеленением города трудятся 9 бригад садовников и цветоводов во всех районах. На улице Молодогвардейской ввысь устремились петунья. Здесь установили вертикальные конструкции. Эти называются лодочки. Всего таких многоярусных кашпо по Молодогвардейской и улице Куйбышева будет 30 штук. Соседями хрупких цветов станут величественные туи, тоже в кашпо. Их в Самаре установят больше 100 штук. Труд нелегкий и кропотливый. Главное, чтобы вандалы не испортили красоту. Сетуют сотрудники зеленхоза. Сами конструкции не подвергались вандализму. Нет. Ну а то, что касается петуньи, то да, выкапывают, выкапывают жители. Хотела бы обратиться ко всем жителям нашего города. Пожалуйста. Это делается, красота для вас. Всего только силами муниципального предприятия в этом году в Самаре цветы высадят на площади почти 30 тысяч квадратных метров. Приготовили и сюрпризы. Топиарные зеленые фигуры в тематике предстоящего в следующем году чемпионата мира по футболу. Марина Кравцова, Константин Головин. События. Лез на берегу реки Татьянка – любимое место прогулок жителей Сухой Самарки. И потому они, следя здесь за чистотой, особой заботой после прогулок мусор не оставляют и каждую весну убираются. Наш корреспондент тоже приобщился к экологическому субботнику. Альфия Шумарова уже 45 лет живет рядом с рекой Татьянкой. Вместе с соседями следит за чистотой любимого парка. И на субботники выходит регулярно. А когда гуляет, придерживается принципа – чисто там, где не мусорят. Люди, которые здесь отдыхают, в основном местные. И последние годы, я хочу сказать, замечено уже, что отдыхая, они за собой убирают мусор и забирают его в контейнеры. А кто оставляет – это уж чужие люди. Первый массовый субботник на берегу Татьянки провели еще семь лет назад. Тогда эту территорию сложно было назвать экологически чистой. Но с каждым годом у селе горожан приносят ощутимый результат. Теперь здесь гулять – одно удовольствие. В 2010 году у нас здесь была просто одна мусорка. И потребовалось, наверное, несколько лет, чтобы это все убрать. И теперь нам легко. С каждым годом на субботник к берегу выходит все больше жителей. В этот раз собрались более 50 человек. Достаточно теплая обстановка в прямом и переносном смысле. Сегодня вышли общественные организации, граждане, жители прилегающих домов. Достаточно большая активность, за что им большая благодарность. Весь мусор с прибрежной части убрали всего за несколько часов. А когда берег чистый, то и местной фауне жить приятней. Виктория Шара, Андрей Горгуленко, Максим Гусев, События. Игры «Солнца и теней» в Самаре открылась выставка с таким названием. Оно, по признанию художника, имеет двоякий смысл. Буквально в работах присутствует игра «Света и тени», создавая образ и еще один. Выставка открывает две стороны творчества художника. Репортаж Марины Матвейшиной. Трогательные свои нечеткости и чарующие свои недосказанности. Графические зимние зарисовки в технике соус-гуашь художницы Юлию Кузнецовой стали для нее новым, но полюбившимся опытом. Вдохновение послужили уютные улочки старой Самары со своей повседневной суетой. Такие моменты, которые зачастую бытовые, такие повседневные сюжеты, но которые случайно увидишь в них какую-то красоту, и хочется показать ее зрителю, обратить на это внимание. На выставке «Игра солнца и теней» представлены как яркие солнечные картины, написанные маслом, так и те, что для автора не свойственны. Мрачная графика пасмурных дней по-другому раскрывает талант художника. Сияющие такие солнечные блики в ее интермордах всегда вот ее отличали, красочность такая. И вдруг немножко такая сумрачная графика зимнего периода, но по-прежнему импрессионизм, он присутствует вот в этих быстрых мазках кисти, в свободных, раскованных, эмоциональных. На завораживающую игру «Солнце и теней» можно посмотреть в Доме журналистов. Выставка будет открыта до конца мая. Дарья Булавина, Марина Матвейшина, Дмитрий Мишканцов. События. Далее коротко о других событиях дня. В Самаре будут судить омского наркомана Евгения Завагина, взявшего в заложники 13-летнюю девочку. Уголовные дела по захвату заложников рассматриваются военными судами. Омский регион обратился к Приволжскому окружному военному суду. 1 февраля мужчина зашел в частный дом, дверь которого была открыта. Там, угрожая школьнице ножом, он потребовал передать ему дозу героина. Полицейские задержали преступника. Девочка серьезно не пострадала. Теперь Завагину грозит до 15 лет лишения свободы. На пересечении улиц Водникова и Кутякова восстановят деревянную башню. Имитация башни, которая являлась частью Самарской крепости, была построена в советский период. А сгорела она в октябре 2014 года. В Самаре был объявлен архитектурный конкурс, победитель которого предлагает воспроизвести трехуровневую конструкцию со строгом. На первом этаже автор планирует разместить сувенирные лавки и чайные. Также проект предусматривает возведение имитации кузницы с бутафорными предметами того времени. Одним из главных украшений крепости станет скульптура «Стрелец». Ее установят возле центрального входа в здание. В Самаре выбрали подрядчика для капитального ремонта площади Куйбышева. Об этом говорится в сообщении на сайте госзакупок. Пешеходные дорожки и тротуары покроют бетонной плиткой. Асфальтобетонное покрытие обновят. Также заменят бордюры, уложат новый газон и установят систему полива. Приведут в порядок зеленые насаждения, капитально отремонтируют освещение и стационарные туалеты. К тому же планируется установить светодиодные экраны и передвижные телевизионные станции. Ремонт должны завершить в этом году до 31 октября. Его стоимость оценили в 243 миллиона рублей. С 10 мая, сразу после праздников, в Самаре начнутся гидравлические испытания тепловых сетей. В связи с этим будет отключена горячая вода. Это коснется улиц Карла Маркса, физкультурной, красных коммунаров, промышленности, аэродромной Авроры, Мариса Тореза, Революционной, Старозагоры, Московского и Зубчениновского шоссе. Теплотрассы будут испытывать повышенным давлением воды, и потому энергетики просят горожан соблюдать меры предосторожности, не находиться рядом с охранными зонами и не оставлять там свои автомобили. В Самарской области синоптики обещают заморозки. Температура вновь опустится ниже нуля. Ночью в субботу 6 мая столбик термометра покажет 1,6 со знаком «плюс», при этом местами до минус 2. Днем воздух прогреется до 13 градусов тепла. Возможно, небольшой дождь. В ночь на воскресенье 7 мая потеплеет. В большинстве регионов области пройдет кратковременный дождь. При этом в регионе из-за сильного ветра, который до конца недели будет достигать 13 метров в секунду, по-прежнему сохраняется высокая пожароопасность. А вот о каких интересных событиях наши корреспонденты расскажут в следующих выпусках. Ремонт полным ходом. Завершается демонтаж старых конструкций Южного моста. Из прошлого в будущее в Самаре открыли музей пост номер один караульной службы у Вечного огня. Самара – молодежная столица мира. На юбилейную Иволгу приедут участники из разных стран. На этом наш выпуск завершен. Мы рады сообщить вам, что у нас уже более 12 миллионов просмотров на Ютьюбе. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Благополучия вам и будьте участниками только хороших событий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова